Но на наш юг, к большому моему сожалению, при всей инфраструктуре прекрасной Сочи, я был в новом Сочи, я был в старом Сочи, я видел, как прекрасно там все выглядит, но туда могут позволить себе поехать только богатые люди. И, ну, невыездные. Или невыездные, или богатые. Одно из двух. Потому что среднестатистическому россиянину легче поехать в Турцию, в Египет, там, еще в какие-то страны. Что касается Европы, то Европа, она не сравнится ни с чем, потому что это исторические памятники, их интересно посмотреть. Как я могу увидеть в Костроме то, что я могу увидеть в Париже? То есть это разные вещи совершенно. То есть кто хочет в Париж, он поедет в Париж. Кто хочет в Кострому, он о Париже вообще не задумывается. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, восстановится поток за рубеж, потому что всем нам интересно посмотреть уголки мира на всем земном шаре. И, к сожалению, в Крым и в Сочи поехать дороже для многих, чем в Турцию, в Египет. Это большой вопрос. Вот даже для меня ехать в Сочи или в Турцию, предположим. Что касается общего количества туристов, то я прочитал недавно ужасающую, на мой взгляд, статистику, что в России всего 5% людей ездит за границу. Вы понимаете, как это ничтожно мало? Мне хочется, чтобы наши старики, наше пожилое поколение, наше ездили так же, как бабушки из Германии, бабушки из европейских каких-то стран. Они сидят в Египте, в Турции, загорают 90 лет, она с собачкой, в золоте вся, с мороженым и счастливая. Почему наши-то бабушки должны волочиться? Вот мне хочется, чтобы наши старики ездили за рубеж, катались по миру, как вот европейские. Вот это вот мне действительно, думаю, со мной многие согласятся.